Всем доброе утро! Сегодня у нас влог будет от первого лица, получается, потому что у меня на глазу вылез, знаете что, ячмень. Представляете? У меня пухший глаз, затекший, короче, капец. Поэтому сегодня будет все от первого лица. У нас все как всегда. Сейчас на завтрак сделаю яичницу с помидорами. Тут немножечко лука добавила, еще я люблю так. Так, сейчас запотела. Приготовлю завтрак. Покушаем и буду ждать курьера, потому что сегодня мне привезут сумки, которые я заказывала на Ле Моди. Вот, и мне нужно будет выбрать из них. Покажу вам. Тятя, ты пытаешься поймать фарик? Итак, смотрите, приехала ко мне сколько? Четыре сумки. Единственное на Ле Моди, когда заказываешь, нет этих пакетов, пыльников. Они приносят все в таких пакетах. Но это все оригинальное. Значит, Келли Клейн, вот эти две. И вот эти две трусарди. Сейчас буду выбирать. Вот это трусарди. Тут вот наклеечка сверху, чтобы ничего не царапалось. Так, тут два отсека и вот этот. Внутри подклад типа бархатный. Ну, короче, все очень цивильно. Ну, наверное, все знают бренд трусарди. Вот. Вот такая. Но пока что она мне очень-очень нравится. Так, дальше. Она сейчас там по скидке стоит 10 тысяч, кажется. Вот такая. Тоже трусарди. Только тут содрали пленку. Так, ну, это все сумки с длинными ручками. Значит, тут в этой сумке один отсек. Да. Ну, там вот на замочке есть. А, пыльный код, кстати. Вот. Так, она вот эта стоит 9 тысяч, кажется, по скидке. И мне нужна такая сумка, чтобы и подгузник, если что, там одна штучка подгузников, лазил и кошелек, и камера, и телефон. Все самое необходимое. Поэтому они все такие, не прям маленькие. Но мне нравится. Вот все внутри цивильное. Это место для карт. Все так красиво. Тоже бархатный. Чехол внутри. Не чехол, это подклад. Дальше. Вот эта сумка Кельвин Кляйн. Тоже хороший размер у нее. Но тут нет подклада вообще. То есть, просто голая кожа. И тут даже нет кармана с замочком. Это очень нехорошо. Ну а так, тоже симпатичная. Вот эта стоит 12 тысяч. Есть такая еще меньше, она там стоит тысяч восемь. Так, и последняя сумка тоже Кельвин Кляйн. У нее такой широкий ремешок. И она самая большая из всех. Вот. Тоже пыльник. И тоже нет кармана на замке. Вон такая. Точно не она. Она мне как-то не очень. В общем, я выбрала вот эту. И тут еще шел брелок. Ну, который на сумку вешает. Можно на ключи. Вот такой трусарди. Вообще, если честно, любила фурнитуру серебряную. Не желтую. Но трусарди, кажется, все такое желтое. Желтое. Вот. В общем, взяла именно ее. Потому что здесь несколько отделений. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Пять карманов. Идеально. О, такая я довольная. В общем, я очень-очень люблю сумки, кошельки и кроссовки. Это вот три моих фаворита. То, что я вот очень прям люблю. Вот. А мы включили третью часть Гарика. Гарика. Наверное, сейчас все после Нового года смотрят. Потому что я зашла в Инстаграм. Там у всех просто Гарик, 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 Гарик. Ну, мы такие, окей. У нас тоже будет Гарик. Так, сейчас отмерю 200 миллилитров. И сделаю ряшки рисовую кашу. Это ее любимая рисовая. Она прям обожает ее. Так. Мой глаз стал видеть. Лучше надо срочно сходить на маникюр. Сейчас немножечко разогреем. И буду делать. Кстати, Даня думала, что это мышка. Я говорю, где-то тут мышку увидела. Это гномик. Он такой, я думала, это мышка. Так, давайте покажу, что я положила в сумку. Сначала хотела положить, сразу начну, вот эту помаду от Givenchy. Но она такая массивная. Потом положила миниатюра. Значит, тут еще ничего. В этом кармане салфетки. Пожалуй, конец. Тут еще будут лежать камеры и телефон, естественно. В этом отделе пудра. Тональное средство. Румяна-помада. Вот ручка миниатюра. Миниатюра помады тоже. Бодби. Так, подводка для глаз. Фломастер. Это что? Это карандаш для бровей. Так. И, и, и. Так. И вот такой ремидис лечебный. Он как бальзам, который убирает шелушение и заживляет. Его можно на все участки наносить. Так, еще такое зеркальце. Кстати, мне его подарили на Сахалине, когда я там какую-то покупку большую сделала в магазине. Так, пробник духов. И здесь у меня конфетки, естественно. Я всегда ношу с собой какие-нибудь конфетки. И вот такая вот шоколадка, птичье молоко. И, в принципе, все там еще резиночка лежит. И надо будет положить всякие скидочные карты. Самые-самые необходимые. Там ритуаль, типа. Вот такого. И все. Вот так вот. Сделала такие маленькие бананчики, можно сказать, в кляре. Сделала обычное тесто, как на оладушке. Такое достаточно густое. И просто ломтики бананов обваляла и обмакнула. Обмакнула ломтики бананов и обжарила на сковородке. Ну, такое, знаете. Я не любитель жареных бананов, сушеных. Свежие люблю больше. Но тоже вкусно, в принципе, со сгущенкой, со сметаной. Всем приятного аппетита. Я сначала сделала дырку вот здесь где-то. Это было очень тяжело, потому что кожа очень-очень толстая. Но это, кстати, не натуральная кожа. Так. И сделала в итоге выше, потому что ручка вот эта нереально длинная. Пришло сделать самой вот эти вот отверстия. Сварила суп сайровый. И вот Риане вариваю индейку. Буду с ней пюре сейчас сделать. Суп почти готов, кстати, уже. Вот сегодня будет очень такой простой ужин. Три сосиски, нарезка. Тут немножко сыра, немножко колбасы, помидоры. Ну, суп и хлеб. Вот после праздников, вот честно, другого и не хочется. Хочется обычный какой-нибудь суп покушать. Или даже просто жареной картошки. Тоже неплохо. Или там макароны с сосисками. Короче, хочется чего-нибудь простого. Мы больше по супам после праздников. Короче, всем приятного аппетита. Глаз уже практически прошел. Потому что сегодня в течение дня, и особенно ночью, когда все началось, я не могла вообще им пошевелить. То есть, не повернуть его там ни вправо, ни влево, наверх уж тем более. Не могла посмотреть. И он не то что болел, он жутко, знаете, чесался. Я ничего с ним не делала. Просто его не трогала в течение дня. И вот сейчас вроде как уже все, в принципе, нормально. Очень классная мицеллярка. Никакого липкого слоя вообще не оставляет. Вот реально. Единственное, тут есть отдушка такая вот. Вот достаточно сильная, если честно. Но она быстро выветривается, когда вы лицо уже очистили. Вот. И после нее дополнительно никаких высыпаний не появляется, что немаловажно. Вот. Значит, дальше. И вот этот освежающий спрей, мист, можно сказать, для лица. Тоже хорош. Он реально хорошо так увлажняет кожу. Передом никакой липкости вообще нет. И кожа реально чувствует себя более такой свежей. Как будто вот вы только-только, вы знаете, умылись. Вот. Поверх макияжа я не знаю, как, но это вряд ли фиксатор. Это реально просто после очищения наносить. И бывает даже просто вот умылась. Там гелем для умывания. Протерла лицо мицелляркой. И потом просто этот спрей наношу. И никаких кремов больше. Мне его, поверьте, достаточно. Дальше. Вот этот крем для тела-тире для лица, он создает пленку неприятную. Я пробовала на лицо, мне как-то не очень на тело, еще нормально, терпимо. Но его плюс в том, что его можно еще не только для взрослых, но и для детей, поэтому, для прям грудничков. Поэтому я вот оряшки буду смазывать ноги. Потому что нам этот педиатр сказал, что кожа суховата, и оряне нужно смазывать кожу кремом. Я начала пользоваться вот этим маслом для губ от Kiehl's. У меня с арматом Манго. Сначала, я сейчас скажу, он мне не нравился, когда только-только его купила. Но сейчас он мне прям вообще очень круто помог. Вот реально у меня очень сильно были потрескавшиеся губы. Прям ужасно. И, в общем, я начала перед сном прям толстым слой наносить его на губы. И, знаете, утром я встала после первого применения, и губы стали намного лучше. Вот эти вот все шелушения, которые были на губах, трещины, они начали прям, ну, проходить. То есть, они куда-то ушли, и все. Вот реально хорошее масло. Оно стоит в Kiehl's, я не знаю, по-моему, тысячу рублей или тысячу сто. Ну, вот, недорогое. И его хватает надолго. В общем, все, буду с вами уже прощаться. Пойду сейчас укладывать оряшку. Вот эти вот пятнышки, это у меня остаточное от моих прищиков, которые у меня были. И, короче, вот пятна пока остались. Но они потом со временем пройдут. В общем, пойду укладывать малышку спать. Всем спокойной ночи.